Приветствую! Как известно, с 1941 по 1943 год дорога жизни была единственным связующим звеном между блокадным Ленинградом и всей остальной страной. Дорога отошла через Ладожское озеро и официально называлась военно-автомобильная дорога номер 101, ну или в разных источниках 102. Осенью, зимой и весной сотни шоферов, рискуя своими жизнями под обстрелами по талой воде с опасностью провалиться под лед, снова и снова гнали забитые грузомашины, стараясь помочь жителям голодного Ленинграда. Обратно же они вывозили эвакуированных горожан. А вот какие хитрости они использовали в своей опасной работе, да и вообще, что их ждало на этом маршруте, я сегодня и расскажу. 1. Опасность утонуть. Так как во время оттепеля была огромная вероятность провалиться под лед, то с машин снимали двери или оставляли их открытыми, чтобы успеть вовремя выпрыгнуть на ходу из тонущего грузовика. Ну а на военных модификациях грузовиков ГАЗ-АА эти самые дверки были из брезента, их просто скатывали и все. Да, было еще более холодно и ветрено, но шанс спастись того стоил. 2. Опасность заблудиться. Так как топлива крайне не хватало, бензобаки заполняли ровно настолько, чтобы впритык доехать до места назначения. А так как дорогу вечно бомбили, то ночью запрещалось включать фары. Это становилось причиной того, что многие водители, особенно в плохой погоде и метель, просто сбивались с пути, а заблудившись, был большой шанс погибнуть в ледяной пустыне. Топлива же было мало. В результате водители включали фары, предпочитая опасность бомбежки, опасность заблудиться и замерзнуть насмерть. 3. Как боролись с холодом. В полуторках не было отопителя, а зимы на Ладоге весьма морозные. Водители сильно страдали от холода. Понятное дело, что старались одеваться теплее, но это не спасало. Поэтому часто ставили в кабину ведро с леющими углями или керосиновую лампу. Хоть какое-то подобие тепла. Тем не менее, случаи обморожения, к сожалению, были не редкость. 4. Опасность обстрела. Маршрут постоянно бомбили и обстреливали немцев. Конечно, при начале обстрела первая мысль водителей была спрятаться под машиной. Но это было опасно. Машину могли разбомбить. Или же бомба могла пробить лед. В любом случае, спасение было одно – отбежать от машин как можно дальше и залечь в снегу. Да, прямо в белом поле, черной точкой, чувствуя себя незащищенным. Но у немецких пилотов была цель разбомбить дорогу и грузовики, поэтому за водителями особо не гонялись. Вот такие опасности подстригали водители на этом сложном маршруте. По разным сведениям, в доставке продовольствия и других грузов по дороге жизни за время ее существования участвовало около 4000 грузовиков. Почти 30% из них не вернулись из рейса. А сколько всего погибло водителей, неизвестно и отныне. Но подвиг военных шоферов нельзя забывать. Это еще одна немаловажная страница истории нашего народа. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Буду рад. Ну а на этом все. Всего хорошего и пока!